МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вандалы используют остановки как холсты для творчества, а иногда и как туалеты. Не дают им покоя. Стекло, замки, двери, камеры видеонаблюдения, лавочки, электрощитки, дверные доводчики. А недавно, говорят коммунальщики, подростки вырвали обогреватель. Причем с потолка павильона. С проводами совсем. Не боялись, что не то кому дали. Причин такого поведения может быть множество, говорят психологи. От выплеска агрессии до наследственной предрасположенности. Если в анамнезе, в истории этих людей есть родственники, которые склонны к алкоголизму и к психопатии. К вандализму могут быть склонны дети из благополучных семей. В одной может быть недостаток внимания, в другой наоборот – гиперопека и попустительство. От того и другого в итоге может пострадать остановка или детская площадка. Это как крик о помощи. То есть, увидите меня. Это позиция тоже склонна детям и людям, которые отчуждены от общества. Психолог советует найти дело, которое будет вдохновлять. А пока у ребенка много свободного времени, он проверяет взрослых, найдут или нет, накажут или обойдется. Кстати, так думают не только мальчишки. В Ноябрьске, к примеру, этим летом школьницы порезали горку. Девочек нашли, родители обязали возместить ущерб. Шалость обошлась в 32 тысячи рублей. А в прошлом месяце, в том же Ноябрьске, пострадала площадка для выгула собак. Двое пацанов пришли туда и давай разбирать барьер, перебрасывать через забор, доламывать доски. Люди, которые вводят туда собак, в том числе и я, все это потом чинят, убирают после таких погромов. Пробовал его делать, да она как ломается. Их надо ремонтировать, короче. Лидия Карпова со своим питомцем гуляет на этой площадке каждый день. Боится, что любимый пес однажды убежит, ведь в заборе зияют дыры. Понятно, что от вандалов, конечно, никуда не деться. Но я считаю, что должен быть кто-то за это ответственный, за содержание. За содержание – да, за бесконечное восстановление – нет. Никаких бюджетных денег на это не хватит. Громят общественные территории, вандалы гораздо быстрее, чем их строят. Еще до начала чемпионата России по снежному волейболу на трибуне уже были сломаны сиденья. Ну зачем, рэп, ломать же. В газовой столице, в Новом Сквере, тренажеры еще не приняли в эксплуатацию, а тросы на них уже порваны. Видимо, нельзя для нас, для людей ничего делать, потому что люди не понимают и не ценят этого. В Новом Уренгое в этом году на ремонт городского имущества ушло 2 миллиона рублей. Подростковый вандализм пугает своими масштабами и недетской силой. И если некоторых взрослых осквернить общественную территорию сдерживает статья в Уголовном кодексе, то дети порой считают свое хулиганство чуть ли не героизмом. Хотя с 14 лет за свои действия придется отвечать по всей строгости закона. Юлия Перова, Анна Селезнева, Татьяна Демьянова. Специально для программы «Время Ямала». Субтитры создавал DimaTorzok